Всем привет и добро пожаловать на границу знаний. Каждый из нас не один раз слышал такую фразу, как природное явление. Под этой фразой часто скрывается описание таких известных всем явлений, как дождь, град, туман или может быть даже извержение вулкана. Но сегодня мы не будем уделять внимание заурядным и давно привычным вещам, сегодня мы расскажем вам о поражающих воображения природных явлениях, редко встречающихся в окружающем нас мире. Ришат. Ришат – геологическое образование, расположенное в мавританской части пустыни Сахара, рядом с поселением Уаден, внутри синеклизы Таудине. Диаметр структуры равен 50 километрам. В структуре Ришат найдена интрузия долерита. Зелёному цвету на фотографии со спутника соответствует чахлая растительность, появившаяся южнее и восточнее центра образования. Довольно долгое время структура Ришат служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как представляла хорошо видимый объект на обширном пространстве ничем не примечательной пустыни. Наблюдалась, в частности, Валентином Лебедевым на борту станции Салют-7 24 октября 1982 года, который сравнил её с детской пирамидкой из разноцветных колец. Объект получил известность после его обнаружения на снимках с борта Gemini 4 в 1965 году, хотя некоторым французским исследователям он был известен и до этого. Движущиеся камни Движущиеся камни также называются скользящие или ползущие камни. Геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстракплоя в долине смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чём свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно без помощи живых существ, однако до Рождества 2013 года никто никогда не видел и не фиксировал перемещения на камеру. Подобные движения камней были отмечены в нескольких других местах, однако по числу и длине следов Рейстракплоя сильно выделяется среди остальных. Кава-Иджен Вулкан Кава-Иджен расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве. В окрестностях самого вулкана проживает около 12 тысяч человек. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов, стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 километров вокруг кальдеры. В кальдере расположено сернистое озеро Кава-Хыджен. Вода в озере имеет бирюзовый оттенок. Глубина кальдеры составляет 200 метров, ширина – 1 километр. Берега озера являются естественным крупным месторождением природной серы. Лентикулярные облака Лентикулярные облака – довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер. Такие облака обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от 2 до 15 километров. В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому чечевицеобразные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе как приклеенные. Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов. Лентикулярные облака характерной тарелкообразной формы часто принимают за НЛО. Деревья-коконы В Пакистане можно было наблюдать интересную картину. Тысячи деревьев стали похожи на большие коконы. Связано это с прошлогодним наводнением, из-за которого на деревьях появилось огромное количество пауков. Недавно произошла интересная картина. Пауки сплели паутину вокруг деревьев, чем значительно снизили уровень смертельной болезни под названием малярия, которую переносят малярийные комары. Наводнение, которое произошло в Пакистане, является самым катастрофическим за последние 80 лет. Затоплена была большая часть страны. Подобный феномен случился впервые в этих местах. Значительно снизилось число заболевших смертельной болезнью. Радужный эвкалипт. Радужный эвкалипт – единственный вид эвкалипта в диком виде, произрастающий в северном полушарии. Встречается во влажных лесах до высоты 1800 метров над уровнем моря. Эвкалипт радужный достигает в высоту 75 метров, диаметр ствола до 2,4 метра. Сам вид отличается от других видов эвкалипта своей разноцветной корой. Сначала кора имеет ярко-зеленый цвет. Затем, созревая, она приобретает синие, фиолетовые, оранжевые и темно-бордовые оттенки. Ствол взрослых деревьев отливает всеми цветами радуги, отчего вид и получил свое название. При этом раскраска коры постоянно изменяется. Большая голубая дыра Большая голубая дыра, расположенная в центре лайтхаус рифа, а то в составе Белизского барьерного рифа. Дыра представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра. Данное геологическое образование первоначально являлось системой известняковых пещер, сформировавшихся в ходе последнего ледникового периода. Уровень моря тогда был значительно ниже. Но когда океан поднялся и свод затопленной пещеры обвалился, образовалась карстовая воронка, довольно распространенная форма рельефа вдоль побережья Белиза. Молнии Кататумбо Молнии Кататумбо – природное явление, возникающее над местом впадения реки Кататумбо в озеро Маракайба, Венесуэла. Феномен выражается в возникновении множества молний, непрерывно в течение длительного времени, в основном ночью, и с сильной вариацией в зависимости от времени года. Максимумы приходятся на май и октябрь. Вероятность удара молнии в этом районе наивысшая в мире – 250 молний на квадратный километр в год. Количество грозовых дней в году варьируется от 70 до 200. В пике активности, который приходится на время от 19 до 4 часов, наблюдается до 28 молний в минуту. Молнии видно с расстояния до 400 километров, что породило миф о существовании молний без грома. По причине хорошей видимости этих молний с большого расстояния их даже использовали для навигации, из-за чего явление также известно под названием «Маяк Маракайба». Считается, что молнии Кататумбо являются крупнейшим одиночным генератором тропосферного озона на Земле. Ветры, приходящие со стороны Ант, вызывают грозы. Метан, которым богата атмосфера этих заболоченных мест, поднимается к облакам, подпитывая разряды молний. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!